Всем привет! Сегодня я решила устроить небольшой разбор полетов брендам, которые популярны на YouTube. Я уверена, что в этом ролике вы увидите те баночки, флакончики, тюбики и все остальное, что неоднократно мелькало у очень многих блогеров. Если вам интересно мое мнение, то продолжайте смотреть. Мне кажется, если бы не социальные сети, многие из нас не знали бы о существовании таких брендов, как Anastasia Beverly Hills или Huda Beauty и многие-многие другие. Ну, давайте начнем с вот этих двух. Я как-то показывала вам жидкую матовую помаду от бренда Anastasia Beverly Hills в оттенке Dusty Rose. Такой настоящий бум на эти жидкие матовые помады был еще несколько лет тому назад, но недавно я задалась целью найти красивую, стойкую, жидкую матовую помаду именно в нюдовом оттенке. И в интернете мне повстречалась очень красивая фотография. Девушка была накрашена именно этим цветом. Я подумала, вот он, он мне нужен. И каково же было мое разочарование, когда я купила его и он оказался просто отвратительным. Вообще-то помада по своей формуле, как по мне, уже очень сильно устарела. Она наносится слишком плотным слоем, покрывает губы непонятной коркой. Потом это все дело начинает отваливаться. Слишком виден переход от натурального цвета губ к вот этому оттенку. И вообще оттенок это просто вишенка на торте. У меня нет ни одной другой помады, даже более бюджетной, которая смотрелась бы так дешево. Просто как из какого-то порнографического фильма из 90-х. Вот полное разочарование, никому не советую. Может быть мне попался такой экземпляр. Ну как бы мне даже не хочется ее оправдывать, честное слово. Дальше. Huda Beauty. Я видела так много видео с этой помадой. Я вообще думала, что это будет мой идеальный оттенок. Называется он Trophy Wife. И я заказала эту помаду у нас на Sephora. В принципе мне очень нравится формула, потому что она тоненькая, жидкая. Она не так сильно сушит губы. Она довольно жидкая, поэтому не стоит наносить слишком много, чтобы она не начала растекаться. У нее очень хорошая пигментация, поэтому в принципе вам большого количества и не надо. Мне нравится аромат. Это что-то такое ванильно-конфетное. Она не слишком быстро застывает. И единственное, с чем я не согласна, это супер стойкость. Потому что у меня есть другие жидкие матовые помады, которые держатся дольше. Но она как-то так плавно сходит с губ, без резких переходов. Можно сказать градиентно, это не бросается в глаза. И вот этот оттенок лично для меня оказался слишком темным в этот раз. Для меня это чисто, вот знаете, осенне-зимний вариант. Летом я себя с ним как-то вот некомфортно ощущаю. Стоит ли за ней гоняться, заказывать и везти через океан? Ну не знаю. Сейчас есть и Make Up For Ever, и Nars, тот же Urban Decay, который доступен во многих странах, откуда вы меня смотрите. Поэтому, ну нет, наверное. Как бы так начать, чтобы не расплакаться? Потому что речь пойдет о марке Tom Ford. Как же я расхваливала их палетку Coco Mirage? Я действительно считаю, что это одна из лучших базовых палеток. Это супер качество, я советовала копить на нее деньги. И я сама целый год откладывала покупку второй палетки. И я долго не могла выбрать, какую же взять, Nude Deep или Honeymoon. Давайте начнем с Honeymoon. Эта палетка стоит 85 долларов, или даже 88. Я просто заказывала на американской Sephora сразу несколько средств. Я точно не помню, но как бы около 90 долларов. Сейчас эти тени на моих глазах. Это выглядит как почти 90 долларов. Ну, ну нет. Причем я не знаю, как так получается, но когда я крашусь этими тенями, наношу их на свои веки, у меня каждый раз получается красивый макияж. У меня нет такого, что, знаете, я нанесла слишком много или как-то мало. Всегда вот безупречный макияж с плавной растушевкой. Но приехала моя подруга, взяла эту палетку, те же кисти, ту же базу. И получилось что-то страшное. При том, что она всегда интенсивно красится. И у нее всегда очень красивый макияж глаз. Я не понимаю, как так, поэтому я не могу сказать, что эта палетка вам нужна. Мне нравятся оттенки, мне нравится текстура. Причем мне кажется, что эти тени даже специально разработаны таким образом, чтобы они ложились полупрозрачной дымкой. Для того, чтобы у каждой девушки и женщины всегда получался такой носибельный дневной вариант. Пусть даже с цветным акцентом. Вот вы, глядя на меня, можете сказать, что у меня сейчас какой-то такой малиново-бордовый оттенок на веках. Нет. А он в очень большом количестве. И в принципе, я довольна своей покупкой. Стоит ли она таких денег? Нет. Это чисто вот, чтобы себя побаловать. Но учитывайте, что это не самостоятельная палетка. Вам понадобится как минимум сатиновый или матовый бежевый. И оттенок, который вы нанесете в складку века. Кстати, если наносить эти цвета влажным способом, то получаются восхитительной красоты вечерний макияж. Но я говорю только о себе. Я бы не рискнула покупать эту палетку без затеста, потому что это огромные деньги. Я заказывала ее за свои деньги из Америки через бандерольку. Но я довольна. Но советовать я просто не могу. Мне совесть не позволяет. Если вы хотите купить что-то в похожей цветовой гамме, более рабочую палетку, это вот Ила Маска. Здесь похожие цвета, больше оттенков, классное качество. Ничего плохого не могу сказать. Давайте, наверное, как-то вот именно с ней я сделаю макияж, чтобы более подробно о ней рассказать. И вторая палитра, на которую я облизывалась благодаря блогерам, это Нью Дип. Вы мне написали, что она есть на мейкапе. Я заказала ее, и потом мне передали ее в Польшу. Значит так. Во-первых, это холодные оттенки теней, которые подойдут тем из вас, кто опять-таки любит все полупрозрачное, нежное. Но сейчас, когда я немного подзагорела и на коже появилась золотинка, эти тени выглядят, ну, не настолько красиво, как зимой. И вот каждый раз, когда я крашусь этими тенями, я получаю массу комплиментов и в реальной жизни, и также от вас. Поэтому что-то в этом есть. Но все-таки я советую попробовать их где-то, не знаю, в корнере Tom Ford, чтобы потом не разочароваться, не плеваться и вообще не жалеть потраченных денег. Я рада, что теперь у меня целых три палетки Tom Ford, но кричать, что вот просто все теперь не едят, не пьют, отказывают во всем детям и собирают на Tom Ford. Это не тот вариант, но эти тени так красиво переливаются, и они беспроблемно наносятся и тушуются. И до сих пор я считаю, что Coco Mirage это все-таки лучшее вложение денег в базовые оттенки, если вы уже намерены это сделать. Дальше, в этом случае прям нужно сказать, девушка созрела, потому что уже все пользователи косметики рассказали о том, какой же классный CC-крем от Lumine. Я не знаю, это перезапуск или это абсолютно новое средство, но у меня есть только такое. И я должна сказать, что это действительно что-то, что вы должны попробовать. Это настолько тонкое покрытие, у него приятный, не влажный финиш, поэтому это средство идеально подойдет тем из вас, у кого жирная и комбинированная кожа. Хотя, я за своей нормальной сейчас тоже не жалуюсь, он настолько тонко ложится на кожу, он прям красиво оседает, причем не проваливается в поры, не подчеркивает шелушение. Он не такой вот, знаете, плотный, кремовый, но неплохо перекрывает. Для меня это средняя плотность покрытия, и это, как знаете, такой полноценный тональный крем, только который имеет легкую текстуру, который не ощущается на лице, он никуда не передвигается. С этим средством у вас без проблем до конца дня продержится румяна, бронзер, все, что вы наносите. И, кстати, нормальную и сухую кожу с этим CC-кремом вовсе не обязательно припудривать. Что-то еще, если вы такой же мамонт, как я, и до сих пор оттягиваете покупку, то очень и очень советую. У меня оттенок Miriam, здесь SPF 20, и Miriam только на лето, берите более светлые. Я не знаю, почему я посчитала, что мне нужен именно этот цвет, но сейчас я уже чуть-чуть загораю, не специально, но все равно он уже потихоньку мне подходит, и я могу его носить. Наслаждаюсь. Теперь давайте пройдемся по Urban Decay. За месяц я перепробовала очень много всего разного от них, и сейчас мне хочется сделать акцент на тех средствах, которые в первую очередь достойны вашего внимания. О палетках теней вы и так уже все знаете. Давайте по порядку. С того, что сейчас на мне губы у меня подведены карандашом в оттенке Lair. Это такой более темный, насыщенный, холодный нюд, и для того, чтобы он как-то, вот знаете, красиво играл с моим макияжем глаз, вы знаете, что я довольно редко делаю прям такие интенсивные макияжи глаз, поэтому мне хотелось немножко его успокоить, и я выбрала более светлую помаду. Но даже в качестве самостоятельного средства потрясающий. Я так долго хотела попробовать именно карандаши для губ и глаз от Urban Decay, и я не ошиблась. Это действительно очень классное качество. Они, вот знаете, такие как бы кремово-гелевые, что-то в этом духе. Они скользят и без проблем наносятся, они не крошатся. И знаете, чем они отличаются от бюджетных, которые я тоже нахваливала, они не высыхают. То есть, если их даже долго не подтачивать, они все равно работают, как мой Тома говорит. Вот, и у них есть очень красивый оттенок Naked, который очень часто распродан. И еще я охочусь за их кремовой помадой под таким же названием, то есть Naked. И дальше карандаши для глаз. Это то, чем сейчас у меня подведена слизистая. Это они гелевые, они очень хорошо растушевываются, они мега мягкие, они застывают. На слизистые они, конечно же, не будут держаться прям как-то, я говорю они, потому что у меня целых три. Но покажу самый любимый, это такой холодный коричнево-серый оттенок. Он очень красиво подчеркивает глаза, при этом не смотрится рыжим, не делает глаза заплаканными. И для моего типа внешности, мне кажется, что он больше всего подходит, потому что черный слишком агрессивный. А вот этот в качестве даже подложки, подложки под смолки у меня есть черный, но еще пока что им не пользовалась. Хочется сделать какой-то интересный вечерний стойкий макияж. Что скажете, если вы за все-таки лето и разные мероприятия, я буду только рада стараться для вас. Вот этот карандаш могу вам советовать. Мне кажется, что о карандашах для глаз от Urban Decay уже никто не может ничего плохого сказать, потому что они были хорошего качества, есть и остаются. И то, что у меня в руках, это их жидкие матовые помады. Хочется выделить два оттенка из линейки Vice. Я вообще не ожидала, что у них настолько приятная, комфортная формула. Если мы говорим о матовых помадах, то есть такие хардкорные, а есть более носибельные. Если у вас нет гиалуронки в губах, то в принципе каждая матовая помада будет слегка их подсушивать. Но есть такие, с которыми не выдерживаешь, а есть такие вот приемлемые. И оттенок Backtalk, это вообще любимец среди блогеров. И теперь я понимаю, почему. Это холодный нюд, такой пыльно-розный. Причем это такой оттенок, который немножко по-разному может смотреться на каждый из нас, но в любом случае выигрышный. Я без проблем накрасилась бы таким на свою свадьбу. Он стойкий, это вот правильная жидкая матовая помада в моем понимании. Потому что в ней все в меру, и по стойкости очень даже. И оттенок, который называется WSM, вот это такая фуксия, которая мне идет. Я думала, что это вообще нереально, но она насыщенная, это живой, красивый летний цвет. А если вы брюнетка, обязательно попробуйте его, потому что это не кричащий, это ни в коем случае не вульгарный, не какой-то дешевый оттенок фуксии. И вот знаете, если сейчас есть столько классных, жидких, матовых, стойких, в меру комфортных помад, которые можно просто пойти и купить в обычном магазине, ну зачем заказывать Huda Beauty из-за океана? Я не понимаю. И последняя марка в этом выпуске, бренда, о котором я узнала исключительно благодаря блогерам. Точнее как, у нас везде есть их магазины, но я как-то ни разу туда не заходила. Это L'Occitane. Блогеры настолько интенсивно отросли банками на экранах моих мониторов, что я решила, мне такое тоже надо, мне интересно попробовать. И первое, что вот прям хочу-не могу, это, конечно же, их масло для душа. Как бы вам это объяснить? Но это не гель для душа, это действительно масло, которое при контакте с водой превращается в легкую эмульсию и очень нежно и бережно моет наше тело. Кожа после него такая бархатистая, очень мягкая и сейчас, когда уже довольно тепло, после этого средства я даже не нуждаюсь в каком-то креме. Оно не оставляет ничего липкого, не подумайте, что вы потом превратитесь в кого-то очень скользкого. Но это настолько приятное средство, оно доставляет мне колоссальное удовольствие. Для меня принятие вечернего душа это особый ритуал, я вам сто раз об этом говорила. У масла расслабляющий, цветочный, не слишком навязчивый запах. И если вы думаете, что вот это и более бюджетные от Исана, Нивея, это тоже самое, ничего подобного, потому что те масла имеют обдушку рыбы. И не знаю, в чем секрет, но это самое приятное масло для тела, которое мы используем в душе. Это средство для того, чтобы помыться, но оно прям ухаживает за нашей кожей. Если вы хотите себя побаловать или у вас очень сухая кожа, которая требует прям супер бережного очищения, стоит разориться. Что я, собственно говоря, и сделаю только, наверное, уже ближе к зимнему сезону. Хотя, кто его знает, пока что у меня какая-то зависимость от вот этого средства. И второго, осторожно, чтобы не разбить компьютер, который лежит у меня на коленях, потому что это средство от Локситан находится в стеклянной банке. Слушайте, это капец как дорого. Мне кажется, что у меня сейчас нет ни одного более дорогого средства по уходу за телом. По сути, мы покупаем радость в банке, потому что аромат, ну, очень-очень приятный. Это что-то цветочное, сливочное, миндальное. Само средство моментально впитывается, при этом хорошо ухаживает за кожей. Я бы сказала, за нормальной кожей, потому что не стоит от такого более плотного молочка ожидать какого-то супер питания. Это очень редко встречается. И это роскошь упаковки. Я бы советовала это средство в качестве подарка себе любимой, кому-то близкому, там, не знаю, свекрови. Потому что это что-то нейтральное. И то, если вы любите свекровь, вы поняли, да? Читая между строк, это была шутка. В моем случае это был подарок, поэтому мне вдвойне приятно им пользоваться. Красивая, скромная баночка украшает нашу ванную комнату. Но если бы мне пришлось во второй раз его купить, я бы подумала, трижды, а то и четырежды, действительно ли я нуждаюсь в таком дорогом средстве, которое будет просто хорошо улажнять мою кожу. Выбор за вами. Если вы смотрите хотя бы одного польского блогера, то вы знаете, что у марки Самилак, которая раньше делала только продукцию для ногтей, в основном гель-лаки и все-все-все с этим связаны, сейчас появилась декоративная косметика. Я так понимаю, что они сейчас делают самый большой упор на матовые помады, но я видела, что у них появились и тени, какие-то консилеры, базы под тени. Я пока что в продаже видела именно матовые помады. И они сейчас выпустили жидкие матовые помады в самых популярных оттенках, начиная со светлых и заканчивая интенсивными, какими-то красными, классическими и более насыщенными. Я взяла Berry Nude, потому что этот оттенок гель-лака я носила чаще всего. И я понимала, что у моей косметички предостаточно хороших, качественных, бюджетных и не очень матовых, около матовых, не матовых помад. И я купила это средство, эту помаду, только для того, чтобы поделиться с вами своим мнением, потому что начали поступать вопросы. Кстати, именно этой помадой я накрасилась на свадьбу Наташи Нафи, потому что я где-то посеяла... В тот момент я не могла найти помаду от Nars, которая планировала накраситься. В косметичке была эта, потому что я ее тестировала. Я считаю, что формулы этих помад в стиле знаем, проходили, как и многие другие, которые сейчас есть в свободном доступе. То есть вам не надо заказывать эти помады за 10 долларов через посредника из Польши или специально за ней ехать. Боже упаси, для меня это без ох и ах. То есть такая в меру жидкая матовая помада, которая застывает. Да, она больше стягивает губы, чем Urban Decay, конечно, чем Nars. И если уж говорить о похожих оттенках, которых у меня уже несколько в коллекции, в коллекции я всеми ими стараюсь пользоваться, то обратите внимание на Belle. Она даже более приятная в использовании. Поэтому я не разделяю всех восторгов с польскими блогерами. Но, в принципе, средство неплохое. Я не стану вас отговаривать, если вы намерены попробовать, то почему бы и нет. Если вы любите иметь помаду в таком же оттенке, как ваш любимый лак или гель-лак, то тоже да. Кстати, она довольно стойкая. На свадьбе я только один раз добавляла буквально чуть-чуть в центр губ. Даже девчонки спрашивали, что же такое у меня на губах. Потому что я очень много разговаривала. Я пила, ела, и она всю свадьбу нормально продержалась, не подвела меня. Просто есть более комфортные формулы. Вот это я хотела донести. Оттенки очень красивые. На этом у меня все. Я надеюсь, что вам было интересно. О других средствах, которые вы наблюдали на моем туалетном столике, я все-таки решила рассказать в фаворитах. Потому что они заслуживают прям такого особенного внимания. На этом будем прощаться. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok